Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Денис Драгунский. Третье лицо. Рассказы и маленькие повести. Читают Денис Драгунский и Алексей Багдасаров. Как понять, что это любовь на всю жизнь? Подождать до завтра. Рыцарский роман. Теперь уже неважно. Евгений Сергеевич вдруг узнал, что о нем прошел слух, как о порядочном человеке. Хотя на самом деле он был, конечно, сволочью. Но не каким-то особым подлецом и гадом, чтобы людей жрал заживо и без соли. Нет, конечно. Он был обыкновенной руководящей сволочью среднего звена, которые встречаются и в администрациях разного рода, и в бизнесе, и в искусстве, и, конечно, в науке, где он и подвязался. Несколько сломанных научных судеб, десятки зарубленных проектов, сотни шлагбаумов на пути молодых карьер, а уж срезанных зарплат и заваленных диссертаций вообще без счету. Евгений Сергеевич все это о себе прекрасно знал, и тем забавнее было ему услышать от своей секретарши Марго Степановны, что вот, дескать, некая полуиностранная дама, русская, но живет на Западе, в каком-то бурном споре назвала его не только блестящим специалистом, но и глубоко порядочным, благородным человеком, настоящим рыцарем. «Кто это Маргоша?» — спросил он, поморчившись. «Смешная фамилия», — ответила та, — «что-то про уши, забыла». Марго Степановне было уже шестьдесят два года, но Евгений Сергеевич не гнал ее на пенсию, потому что она знала все-все-все и всех-всех-всех. А Лоис подкрался незаметно, — хмыкнул он. «Ничего, у меня та же Петрушка». Полминуты не мог вспомнить, как отчество у Павладарского. «Перестань», — она взмахнула рукой. «Сейчас. Что-то такое. То ли Лопоухова, то ли Веслоухина. И на лице вселенская скорбь, как у Бассета, который конфету клянчит. И ноги такие же?» «Какие?» — рассеянно спросила Марго Степановна, не отрывая глаз от компьютера и продолжая щелкать мышью. «Как у Бассета», — объяснил он. «Нет», — сказала она, подняв на него глаза в тонких очках на толстом носу. «Совсем нет. Очень даже из себя, ой». «Угу», — кивнул Евгений Сергеевич, прошел в свой кабинет, сел за стол, открыл почту и вдруг вспомнил. Он вспомнил, как несколько или чуть больше лет назад он, недавно назначенный главным редактором главного профильного журнала, выходил после конференции на теплую и нарядную Июньскую улицу. Выходил из гостиницы. Организаторы сняли конференц-зал аж в Мариотте на Тверской. Уже на крыльце, в маленьком портике, мощеном рубленной гранитной плиткой, к нему вдруг подошла незнакомая молодая женщина. Не просто подошла, а заступила ему дорогу. «Здравствуйте, Евгений Сергеевич». То ли очень вежливо, то ли, наоборот, слишком просто, — сказала она. Он не смог сразу понять, что это, робость или напор, поэтому буркнул. «Добрый день, чем могу?» «Я вас поздравляю. Вы ведь теперь наш главный редактор», — сказала она, улыбаясь крупным, чуть подкрашенным ртом, полным белых матово-блестящих зубов. «А я когда-то ходила к вам на лекции. И на семинаре вы мне пятерку поставили». «Очень приятно. Простите, позабыл. С кем имею честь?» «Лена Востроухова. Я теперь соискательница у Анциферова». «Остроухова?» — переспросил Евгений Сергеевич. «Во!» — поправила она. «Во, Строухова. Держи ухо востро!» «Серьезное начало», — совершенно серьезно сказал он, внутренне усмехнулся и быстро оглядел ее с головы до ног. Она была очень хороша, большеглазая, с красивым носом, высокими бровями, крупная, коротко стриженная, волосы черные-черные, наверное, крашеные, потому что совсем белотелая. Был теплый июнь, и она была в недлинном темно-фиолетовом платье без рукавов, но в непременных колготках и лаковых туфлях. Размер, наверное, тридцать девятый, но ведь и рост метр семьдесят пять самая маленькая. Ноги были сильные, стройные, круглые и тоже матово-блестящие, прямо как зубы. Евгений Сергеевич внутренне поежился. Какая ловкая! Одета безупречно формально, но выглядит до неприличия соблазнительно. «Я хотела с вами поговорить», — сказала она. «Я вас слушаю», — вздохнул он. «Вы к метро?» «Я к метро». Она рассказала, что занимается Швецией, конкретно политическими партиями. Пересказала свою диссертацию. Видно было, что интересуется, неглупая и, наверное, прилежная. Говорит складно, вероятно, и пишет неплохо. Тем временем дошли до Пушкинской. «Ну, успехов», — сказал он. Они остановились у самой лестницы, которая вела вниз. «Евгений Сергеевич», — заговорила она, глядя ему прямо в глаза, — «возьмите меня в соавторы, пожалуйста. Я хорошо работаю, правда. Вы не пожалеете». И она чуть шевельнула пальцем, как будто желая прикоснуться к пуговице его пиджака, но тут же отдернула руку, сжала кулак и опустила взгляд. Вот тут он все понял. Он понял, что это Анциферов копает. В прошлом году Евгений Сергеевич зарубил членкорство Грибоварову, над которым Анциферов уже пять лет держит руки домиком. И вот теперь такая изощренная месть. Вернее, месть простая и эффективная. Мы не будем интриговать, чтоб тебя уволили. Не будем рубить твоих аспирантов-докторантов. Это мелко и глупо. Евгений Сергеевич словно бы залез в голову Анциферова и слышал его мысли. «Ты трахнешь мою соискательницу за публикацию статьи в своем журнале. Даже не трахнешь, а просто полезешь обнимать, целовать. Этого хватит. А мы тебя выполощем в дерьме на всю страну и на зарубеж тоже. Смотри, какая девочка. Ну, вперед. Пиль». «Хорошо», — сказал Евгений Сергеевич. «Давайте отбросим всю странность ситуации и рассмотрим дело по существу. Вы специалист по шведской политике, а я по итальянской, испанской и отчасти греческой, по средиземноморской. Так? Так. Вы, по своим интересам, можно сказать, северянка, а я южанин. О, север есть север, а юг есть юг, и вместе им не сойтись. Вот такой, извините, Киплинг. «Но вы же вели семинары по общим проблемам политологии». Она не отставала. «Нет, нет, нет». Он оперся рукой о парапет подземного перехода. «Что я могу об этом написать?» «Я уже все написала», — сказала она. «Господи!» Он отнял руку от полированного гранита, отряхнул ладонь. Получилось демонстративно брезгливо. «Вы что, чтобы я подписал чужую работу и напечатал ее в своем журнале? Вам что, к защите срочно нужна публикация?» Она молча кивнула. «Хорошо», — согласился он. «Покажите мне вашу статью. Я подумаю. Пришлите на мой мейл». И протянул ей визитку. «Я лучше ее привезу в бумаге», — сказала она, глядя ему в глаза. «Домой». «Можно?» «Отчего ж нельзя?» — сказал он. Ему было даже весело. За минуту до ее прихода он приспособил свой айфон на книжной полке и включил видеозапись. Она была одета все в том же убийственном стиле. «Так строго, что ни к чему не придерешься, но любой мужик с ума бы сошел». Евгений Сергеевич поставил на журнальный столик кофе и конфеты. Она протянула ему распечатанную статью. «Я прямо сразу прочитаю», — сказал он. Она сидела на стуле и чинно пила кофе маленькими глоточками. От конфет отказалась. У нее был потрясающий красивый рот, шея, впрочем, тоже. Руки обалдеть! Ах, эти бы руки досплелись у меня за спиною! «Ну что ж», — кивнул Евгений Сергеевич, переворачивая последнюю двенадцатую страницу. «Что тут скажешь? Если нетрудно, подайте мне ручку, вон, видите, на столе». Она встала, прошла к столу. Он полюбовался ее фигурой сзади. Взял у нее авторучку, написал на первой странице «Алла Николаевна, вред подк, для номера четыре». Поставил дату и расписался. «Держите», — сказал он. «Берем, но выйдет не раньше октября. Отвезите в редакцию, отдайте Артемьевой Алле. Кофе допили, нет? Давайте догладывайте. Конфетку на дорожку, а? У меня еще масса дел, простите, я бы с удовольствием с вами побеседовал, но, увы». Он встал со стула. «Спасибо». Она протянула ему руку. «Спасибо, говорите? Да не за что, вам спасибо. Нам нужны хорошие статьи. Мы рады новому автору. Успехов». Он покосился в айфон, который стоял ну прямо на показ на полке. Кажется, она ничего не заметила. Он сохранил видео на Яндекс.Диске и представил себе рожу Анциферова. Хотел ему послать ссылочку, но решил погодить. В октябре, когда вышел журнал, Лена Востроухова позвонила и сказала, что хочет прийти и поблагодарить его. «Букет принесете?» – фыркнул он. «Или коньяк? Не валяйте, дурака». Потом она пригласила его на защиту. Он, разумеется, не пришел. «Вот ведь дура», – засмеялся Евгений Сергеевич, сидя за столом в своем кабинете. «Хотел позвонить Анциферову, сказать, давай вместе посмеемся, но вспомнил, что тот умер два года назад. Да если был бы жив, то не вспомнил бы, наверное. Кстати, Грибоваров так и не прошел член коры, и это, по большому счету, правильно». А потом он встретил ее в Швеции, в Упсале, опять на конференции. «О», – сказал он, – «Ухо Востро!» «Госпожа Востроухова, если я не ошибаюсь?» «Востроухова Линдеман», – ответила она. «Вышли замуж в Швецию?» «Как видите, Евгений Сергеевич». «Ну и как жизнь?» Они присели за столик, разговор шел на кофебрейке. «Нормально», – сказала она. «Муж – программист, двое детей, я – доцент на кафедре политической теории». «Прекрасно», – Евгений Сергеевич прижал руку к сердцу. «Как я за вас рад!» «Мне тогда так понравилась ваша статья. Правда?» – обрадовалась она. «Не совсем», – вдруг усмехнулся он. «Находясь за границей, позволю себе быть честным. Статья неплохая, публикабельная, но я взял ее не поэтому. Вы же знаете, почему». «Почему?» – спросила она. «Потому что эта вражина Анциферов решил через вас меня спровоцировать. На харассмент, или как это, чтоб потом меня вывалить в дерьме перед всем миром. Впрочем, Анциферов в Царстве Небесное имел право мне мстить. Я ему в свое время сильно жизнь попортил. Но вы, такая умная и красивая, зачем вы на это согласились?» «Я думала, что вы благородный рыцарь, – сказала она после некоторой паузы, – а вы оказались какой-то странный параноик. Господи, как печально! Но теперь уже не важно. Я все равно вас не разлюблю, вы не думайте». «Что?» – воскликнул Евгений Сергеевич и вскочил со стула, опрокинув картонный стаканчик кофе со сливками. Все полилось по столу прямо на нее, она отодвинула свои прекрасные ноги, и бежевая струйка потекла на пол. «Да так, ничего!» – вздохнула Лена Вастроухова-Линдеман, подняв на него свои черные глаза, улыбнувшись и показав матово-белые зубы. «Знаете же, мой дорогой, что я полюбила вас еще на третьем курсе и люблю до сих пор». «Какая же ты дура!» – закричал он так громко, что проходивший мимо уборщик-пакистанец вздрогнул и обернулся, увидел пролитый кофе, подбежал к ним и стал вытирать лужу экологической веревочной шваброй. Пятнадцать километров в сторону от шоссе. Звери. Тамара и Никита поехали раздавать гуманитарную помощь беженцам. Помощь была расфасована в одинаковые картонные коробки. Коробок было 56, точно по числу беженцев, которых временно поселили в бывшем пионерлагере «Валентина» сто километров от Москвы. Тогда эти лагеря еще не снесли и не понастроили на их месте коттеджные поселки или просто виллы для богатых. Был, кажется, девяностый год. Апрель, воскресенье, одиннадцать часов. Тамара была штатной сотрудницей российско-немецкого фонда «Гуманус», а Никита – членом общественного совета. Тамара была за рулем. Она быстро и ловко вела небольшой фургончик, иногда посматривая на бумажную, вытертую на сгибах карту. Никаких навигаторов тогда еще не было. Никита сидел рядом, глядел на поля, уже совсем обтаившие, покрытые нежно-коричневой прошлогодней стерней. Было скучно. Он зевал и переводил взгляд на Тамару. Ей, наверное, было под тридцать или чуть больше, но все равно моложе него. Ему-то было без двух месяцев сорок. Она была в жилете со множеством карманов, в туговатой юбке камуфляжной расцветки, в тяжелых ботинках и шерстяных носках, скатанных книзу. Ноги были голые, потому что было не холодно, даже почти тепло. Съехали из большого шоссе на узкую асфальтовую дорогу. «Еще пятнадцать верст», сказала Тамара. «Значит, полчаса?» «Примерно», – кивнула она и добавила. «Их специально в чертовой жопе селят, да электрички четыре часа пешком пилить, а автобус давно не ходит». «Специально?» «Ну да, чтобы не расползлись». Никита внутренне поежился, услышав такое презрительное к людям слово, но виду не подал, лишь спросил, как же они поступают, если что-то вдруг случится. «Есть машина у начальника лагеря. Скорую можно по рации вызвать, пожарных и ментов, и полевая кухня приезжает каждый день. Так что не кисни, Никита Николаевич, все гуманно, высший сорт. Ничего ж ты, а на ты!» То есть она поняла, что он тайком возмутился. «Какая чуткая, страшное дело!» Ответил. «Да, конечно, давай на ты». Приехали. Там было два дощатых спальных корпуса и что-то вроде клуба со столовой. Тамара поставила машину около крыльца, посигналила. Подбежали человек пять, мужчины и женщины. «Где начальник?» Тамара вылезла из кабины. «В Егорьевск уехал», ответил пожилой мужик. «Сказал, в обед будет». «Ладно», кивнула она. «Обойдемся. Собирайте народ!» И посигналила еще раз долго и пронзительно. Никита тоже вышел из кабины, огляделся. Тоскливый вид, однако. Пустое поле, вдали тощий лесок, разбитая дорога. Люди из спальных корпусов шли и почти бежали к машине. Когда они собрались, Тамара открыла заднюю дверцу фургона. «Внимание!» сказала она. «Мы приехали от гуманитарного фонда. Привезли вам помощь. Посылки типа. В каждой посылке рис, сахар, масло, конфеты, печенье, халва, джем». Она загибала пальцы. «Мыло, тушенка, еще зубная паста. Вроде все. На каждого человека по одной посылке. Есть парни поздоровей, чтобы мне самой коробки не таскать». Выдвинулось двое мужчин лет сорока. Подошла еще одна крепкая тетка. «Под расписку вы даете?» спросила она. «Нет», сказала Тамара. «Все на доверии. Ну, понеслась». «Эй, ты что творишь? А ну, отдай!» закричала она, потому что эта тетка, подождав чуточку, вдруг схватила сразу две посылки и побежала к отдаленному корпусу. «Стой! Отдавай!» кричала Тамара ей вслед. «Она вообще-то с дочкой», сказал какой-то мужик. «Тогда ладно», успокоилась Тамара. «Ай-яй-яй, да не очень ладно», распевно сказал другой мужик. «Дочка уже хватанула. Вон они бегут, вон». Да, две женские фигуры бежали по размокшей тропинке, тащили коробки. «Суки!» заорала Тамара и побежала за ними. Никита вдруг испугался за нее и побежал следом. Вбежал в корпус, по коридору двинулся на крики, распахнул дверь комнаты и увидел, как мать и дочь лежат на полу, не позволяя Тамаре залезть под кровать и вытащить лишнюю посылку. Тамара встала с четверенек, начала яростно объяснять, что ей самой не жалко, но кто-то из беженцев, из ваших соседей, из ваших товарищей, ясно вам, останется без передачи, без сахара, печенья и варенья. Не стыдно? Мать и дочь, не вставая с пола, заслоняя телами под кроватное пространство, молчали, у них дрожали губы, и, казалось, слюна падала с зубов, или это ему только показалось? «Звери!» прошипела Тамара, плюнула и вышла вон. Вернулись к фургону. Он уже был пуст. «Самообслуживание, блин!» сказала Тамара. «Ну, кажись, поехали домой». Захлопнула заднюю дверцу фургона, открыла кабину. «А наша помощь где?» раздалось сзади. Подошли еще человек пятнадцать. «Уже!» сказала Тамара. «Как это уже?» завозмущались люди. «Где наши посылки? Опять обман?» «Внимание!» железным голосом сказала Тамара. «Мы привезли сюда пятьдесят шесть коробок, ровно по числу проживающих в данном пункте временного размещения. Вот накладная!» вытащила из кармана бумагу, развернула, потыкала пальцем в цифры прямо перед носом самого старшего мужчины, смуглого, седого и тощего. Тот моргал глазами, поправлял очки. «Увидели? Поняли? Еще кто хочет посмотреть? Нет?» Она спрятала накладную обратно в карман, застегнула его на молнию. «А что, ваши соседи все разокрали в две минуты? Так вы сами с ними разбирайтесь!» «Под расписку надо было выдавать!» крикнули сзади. «Стереть было надо!» «Так я, значит, и виновата!» возмутилась Тамара. «Где наши посылки? Отдайте наши посылки! Жулики московские! Отдайте, хуже будет!» Люди обступили машину. Никите стало чуточку страшно, а вдруг они их не выпустят, устроят самосуд, черт знает! Несчастные, отчаявшиеся люди, думал он, от таких можно всего ожидать, вплоть до... «Стоп!» Тамара снова отперла заднюю дверцу фургона. «Глядите, все пусто! Ничего нет! Все ваши дружки приятели разокрали!» «Ну?» наступала она. «Чего смотрите?» «Нам жрать нечего!» крикнула женщина. «На!» закричала Тамара, выхватила из кармана выкидной нож, щелкнула лезвие. «На!» Тамара протянула этой женщине нож и свою левую руку. «Отрежь кусок! Зажарь и сожри! Больше у меня ничего нету!» Женщина зарыдала, старики оттащили ее. Тамара спрятала нож, люди стали медленно расходиться. «Звери!» вздыхала Тамара, гоня машину по шоссе. «Чистые звери! У своих крадут!» «Это несчастные люди!» Никита в ответ качал головой. «Ты хоть представляешь себе, чего они натерпелись? Полный обвал и впереди ничего, никаких перспектив, никакого будущего, совсем! Это же страшно!» «Я не могу их ругать и осуждать, вот честно, не могу!» «Звери, звери!» повторяла она. «Я к этим бабам присмотрелась, которые лишнюю посылку сперли. Обе беременные, на шестом примерно месяце, точно говорю». «Ну и что?» «А то, что они здесь уже больше года торчат! Они уже здесь между собой перетрахались! Погоди, они еще размножаться начнут, усадься!» «А ты злая», сказал Никита. «Зато ты добрый! Минус на плюс в результате нолик!» Небо потемнело, сверкнуло, загрохотало, они въехали в ливень. «Люблю грозу в конце апреля, когда весенний что-то там!» засмеялась Тамара. «Стоп! Смотри, прямо завеса водяная! Я не могу вести, я ничего не вижу. Постоим, Постоим!» Тамара съехала на обочину, заглушила двигатель. «Радио включить?» «Не надо», сказал Никита. «Давай послушаем дождь». Дождь в самом деле на разные голоса тарабанил по капоту, по крыше, по стеклу, дворники попискивали, не справляясь со струями воды. «Послушаем дождь», тихо повторила Тамара. «Кап-кап! Трын-трын! Какой-то лирический и добрый. Наверное, из богатой семьи». Она выключила дворники, и в кабине стало еще темнее. «Ну, так», пожал плечами Никита, «более-менее обеспеченные». Папа доцент, мама просто старший преподаватель. «Тю-у-у», сказала Тамара. «У меня покойный папа был профессор МАИ, а мама была секретарь Фрунзенского райкома партии по ОРК-работе, а я вот получилась злая. Поцелуй меня за это». Она что-то нажала под его сидением, и спинка откинулась назад. Тамара налегла на него сбоку, они долго целовались, потом она левой рукой стала освобождать его от одежды. «Ух ты!» лопотала она ему прямо в ухо. «Ух ты какой! Ох, я уже вся мокренькая! Давай я на тебя присяду, м?» «Угу», кивнул он. Она задрала юбку и что-то сделала со своими трусами, наверное, сдвинула на сторону. «Вот ты какой!» негромко вскрикивала она. «Ну ты какой!» Никита чувствовал, что ему просто прекрасно, как не было, пожалуй, никогда, из-за какого-то сладкого легкомыслия, до сих пор не испытанного ни разу. Он всегда сдерживался, затягивал время, чтобы женщине подольше было приятно, и следил за собой. А тут он чувствовал беззаботное и безнаказанное удовольствие. Но все-таки спросил скорее по привычке. «Можно?» «Давай!» задрожала она и потом застонала. «Ой, как тебя много! Ой, как хорошо!» «Не боишься!» шепнул он. «Главное, ты сам не бойся!» сказала она. «Лоток носовой есть?» «В кармане брюк!» «Достань сама мне далеко тянутся!» «Спасибо!» Но эти слова «Главное, ты сам не бойся!» Никита не забыл. Особенно стал помнить после 18 июня. Это был день его рождения, 40 лет, и папа доцент произносил тост и сказал «Главное, сынище, ничего не бойся!» Понял, что отец говорит? «Главное, не бойся!» Кажется, Никита даже покраснел. Потому что рядом с ним во главе стола сидела его жена Наташа, и она засмеялась и чокнулась с ним и сказала «Вот именно! Слушай папу!» Потому что жена считала его человеком, мягко говоря, нерешительным. «Что же она тогда в виду имела?» Сотый раз спрашивал себя Никита. «Ну, конечно, скорее всего, какую-то обыкновенную ерунду. Типа не бойся, не залечу, а если залечу, то сама справлюсь. Скорее всего, так. А может быть, в другом смысле, что захочет, забеременеет и родит, безо всяких мыслей о будущем. Вот как эти тетки-беженки. Ужас! В конце июля после отпуска он пришел в фонд Гуманус получить бумагу о том, что он является членом общественного совета. Якобы это нужно было в отделе кадров его института, так он объяснил жене. В коридоре он сразу же наткнулся на Тамару. Она была в той же самой камуфляжной юбке и в жилете с двадцатью карманами, только вместо тяжелых шнурованных ботинок на ней были босоножки, виднелись толстые пальцы с короткими некрашенными ногтями, но главное у нее торчал беременный живот, не сильно, но явственно. «Привет, Никита Николаевич!» Она спокойно чмокнула его в щеку. «Как дела? Как жизнь? Как успехи?» «Привет!» сказал он, приобняв ее за плечи. «Ты...» «Что я?» Она немного нарочито подняла брови. «Ты беременна?» «Нет, что ты!» засмеялась Тамара, хлопая себя по животу. «Пирожков наелась в буфете с капустой!» «То есть...» «Ты вообще считать умеешь?» Она засмеялась еще громче и стала загибать пальцы. «Май, июнь, сейчас июль, за три месяца такое не нарастает!» Она снова хлопнула себя по животу. «Не тоскуй, Никита Николаевич! Все хорошо!» «То есть ты уже была беременна?» Она кивнула. «Ты, наверное, замужем?» Она кивнула снова. «А кто твой муж?» «Ну, все, тебе сразу расскажи!» хмыкнула она. «Ладно», вздохнул Никита. «Хорошо, тогда пока». «Погоди», сказала Тамара. «Минутку. В воскресенье надо ехать гуманитарку раздавать. Лагерь под Шатурой. Отъезд отсюда в 9.00. Я тебя запишу к себе в пару?» «Конечно», сказал он. «Обязательно». «Все или ничего?» «Наследство». Андрей Сергеевич Лигнар пришел к Ане Бояркиной, своей старой знакомой. Да чего уж тут скрывать и играть словами. Своей давней любовнице. Они были вместе уже лет восемь, наверное, и у нее в ванной всегда висела для него чистое полотенце и особое мыло без запаха. Даже бритвенный станочек стоял на полке рядом с пенкой для бритья, хотя этой благодати он ни разу не воспользовался, потому что ни разу не оставался у нее ночевать, даже когда жена уезжала в отпуск и оставляла его в Москве одного. Позвонил и пришел вот прямо так, в субботу среди бела дня. Ей это было удивительно, потому что все восемь лет он приходил к ней в будни, вечерами, после работы. Его институт был, как нынче говорят, в шаговой доступности от ее дома, хотя правильно будет в пешей. Приходил ненадолго, на часок. Самые длинные часа на два-три, это в те разы, когда жена была в отъезде, но все равно часам к девяти начинал клевать носом и говорил, смущенно улыбаясь, «Я, Анечка, пожалуй, домой, а чтобы вот так, днем, да еще в выходной, первый раз». Он в этой комнате, который раз оглядывал чистую и милую комнату Ани, единственная комната в однокомнатной квартире, письменный стол у окна, шкаф книжный, шкаф одежный, какой-то еще комод и журнальный столик. Диван, на котором он сидел, раскладывался для сна, ну и для любви тоже, понятное дело. Аня сидела за письменным столом спиною к нему и внимательно читала, может быть, уже даже перечитывала письмо, которое он ей принес. А он думал о своем отце. Отец его, профессор Сергей Михайлович Лигнер, был довольно известным химиком, членкором Академии наук, заведовал кафедрой, возглавлял лабораторию. Когда-то в конце 60-х даже делал что-то секретное, за что получил орден Ленина и госпремию. Открыл метод Лигнера и реакцию Лигнера. Андрей Сергеевич в этом не разбирался, он был совсем по другой части, историк и социолог. От отца ему досталась небольшая квартира в старом доме на улице Образцова и целая стена книг по химии, с которыми было непонятно, что делать. Вот и все. Отец был человеком хорошим, но безалаберным. Это Андрею Сергеевичу объяснила жена. Твой отец не смог капитализировать свой талант. Другие люди с такими достижениями имели от государства все. Она даже глазами сверкнула. Но она уважала память покойного свекра и всегда сама вспоминала, что надо пойти на кладбище, убрать листочки, посадить цветочки. Могила была на Введенском кладбище, там же лежала и мама. Она умерла сравнительно недавно, а сам профессор Лигнер скончался 38 лет назад, когда сыну было всего 12. Иногда Андрею Сергеевичу казалось, что именно жена научила его ценить отца, хотя она его никогда в глаза не видела. Ценить не только на словах, а делами. Добиться, чтобы повесили мемориальную доску на институте, где он заведовал кафедрой, устроить там ежегодные Лигнеровские чтения, издать избранные труды с подробной биографией, поставить на могиле солидный красивый памятник взамен тоненькой серой стелы с блеклыми буквами. Шаг за шагом покойный профессор Лигнер стал занимать все большее и большее место в жизни и в мыслях его сына. Сейчас Андрей Сергеевич собирал воспоминания об отце, встречался с престарелыми академиками, дряхлыми министрами и бывшими отцовскими учениками. И вдруг вот это письмо, которое сейчас читает Аня Бояркина. Письмо было от знаменитого художника Павла Юркевича, умершего буквально на прошлой неделе в возрасте девяносто шести лет. Андрей помнил это имя. У них дома висели две его картины. Портрет матери, она была настоящая красавица, немного похожая на цыганку, с блестящим пробором и розой в руках, и портрет отца, с птичьим профилем, в золотых очках на кончике длинного носа, он держал в руках пробирку и разглядывал, что там вскипает и оседает. Сочный и яркий социалистический импрессионизм, признанным классиком которого был Юркевич. Они какое-то время дружили семьями. Портрет был написан в том самом году, когда родился Андрей. Мама даже говорила ему, на этом портрете ты тоже есть, в круглом, задрапированном лиловыми шелками животике мамы. Так вот, друзья, покойный Павел Данилович Юркевич писал, «Ах, да что я говорю, когда он писал, он был еще живой, он велел передать это письмо после его смерти. Так вот, он писал, что Андрей Сергеевич на самом деле его сын». Он грустно описывал свою любовь и свое расставание с мамой Андрея Сергеевича, прилагал анализ ДНК на отдельном бланке и заявлял, что хотел бы видеть Андрея Сергеевича своим наследником, добавив при этом, что вовсе не настаивает, чтобы Андрей Сергеевич Лигнер превратился в Андрея Палча Юркевича, хотя это, конечно, было бы очень приятно. Аня Бояркина дочитала, спросила, «Оно тебе прямо вот по почте пришло?» «Нет». Нотариус передал, позвонил, назначил встречу и отдал из рук в руки. «Угу, ну и какая там наследственная масса?» «Господи!» Андрей Сергеевич поморщился. «Ты прямо как Лариса, она тоже сразу про массу!» «Ну, извини, извини!» Аня вспыхнула и резко выдохнула. Безмолвный крик гнева. У них было принято не говорить о жене Андрея Михайловича. Он тоже не расспрашивал Аню о ее бывшем муже и ничего о нем не знал. Был и сплыл. «Прости меня!» Он встал с дивана, подошел к ней, нагнулся, обнял сзади, поцеловал в макушку. «Прости, я очень волнуюсь, сама понимаешь». «Понимаю!» «Чуть суховато, сказала она, но потом поймала его руку и прижала к щеке. значит, простила». «Да, как насчет массы?» Андрей Сергеевич выпрямился. «Масса хорошая», нотариус объяснил. «Квартира на Масловке, в смысле на Петровско-Разумовском, огромная мастерская там же, в соседнем доме, дача на Николиной горе и еще домик под Рязанью. Картины это главное, его собственные прежде всего, плюс Фальк, Осмеркин, Пименов, Крымов, Корин, Кончаловский и куча народу попроще. Наверное, еще вклады. «Другие наследники есть?» спросила Аня. «Какие-то мелкие», он снова сел на диван. «Сомнительные, внуки незаконных детей. Эти так называемые дети давно перемерли, а вот внуки вроде бы есть. Но пусть еще докажут, что это были на самом деле его дети. Законных не было точно». «Слушай», сказала Ана, «я ничего не понимаю. Если ты его сын, и он хочет видеть тебя наследником, почему он просто не написал завещание?» «Черт», подумал Андрей Сергеевич. Лариса задавала точно такие же вопросы, в той же последовательности, как будто сговорились. «Боже, все женщины одинаковы». «Да при чем тут женщины? Все люди одинаковы». Поэтому он ответил точно так же, как Ларисе. «Да откуда я знаю? Как я могу влезть в голову почти столетнему старику?» «А как ты думаешь? Как предполагаешь?» «Господи, слово в слово, как Лариса», чуть не заплакал он. «Не знаю!» почти выкрикнул он. «А ты? ты сама что думаешь?» «Я думаю», сказала Аня, «что тут примерно так. Понимаешь, если бы он оставил завещание, то вышло бы, как будто он тебе это навязал. Своё отцовство и твоё сыновство. Ты мог взять и всё признать. Здравствуй, папа. Или отказаться. Тоже поступок. Типа знать вас, дедушка, не желаю. А тут он хочет. Хотел. Зачем-то перебил Андрей Сергеевич. «Ну да, да. Хотел, чтобы ты сам принял решение, чтобы сам подал на наследство. Посудился бы с внуками, что-то типа того, чтоб ясно было, что это тебе нужно». «Кому ясно?» усмехнулся Андрей Сергеевич. «Ему на том свете?» «Не злись. Мне тут всё понятно», сказала она. «Непонятно другое. Почему он сразу не объявился, когда твой папа умер? Почему твоя мама ничего не сказала?» «Вот это как раз отлично понятно мне», вздохнул он. «Мальчишка, 12 лет, умирает отец, любимый, единственный, вдобавок очень уважаемый, и вдруг по голове поленом, мальчик, это не твой папа, твой папа другой дядя, но у другого дяди свои дела, и он не спешит быстренько жениться на твоей маме, поэтому получается, что твой папа мудак, твоя мама тварь, а ты ублюдок». «Зачем ты ругаешься?» она поморщилась. «За тем, что я не знаю, что делать». «Прости», замялась Аня Бояркина, «но я тебя все-таки спрошу, а что Лариса Борисовна говорит?» «Ужасные вещи», сказал он. Лариса сказала, что думать тут не о чем, только последний идиот может размышлять и сомневаться. «Конечно, внуки Юркевича будут бодаться, но ничего, мы их забодаем. ДНК надо сразу взять, его не быстро делают. Впрочем, у нас полгода сроку. Все мамины письма и дневники пословно прошерстить, папины тоже, вдруг там какие-то упреки, игра стоит свеч. смотри, сколько там всего. Даже если внукам чего-то удастся отгрызть, даже если мы им по доброте душевной «эк, она уже говорила мы», «мы им что-нибудь отдадим», «то все равно огромный капитал». «Да за одну картину Фалька или Пименова можно купить квартиру в Риге плюс домик в Юрмале вместе с ВНЖ и горя не знать. Сашке с Маринкой по квартире, вернее, Сашке квартиру купить, Маринке нашу отдать, а самим переехать на Петровск-Разумовский. Плох тебе? Давай, нанимай адвоката». «А если я у него не один такой?» возразил Андрей Сергеевич. «А если он таких или пять?» «Но ведь же не десять?» парировала Лариса. «А хоть бы и двадцать. Если там одних картин на десять миллионов баксов, судя по списку, то одна двадцатая это полмиллиона, причем долларов, тоже не валяется. Нанимай адвоката, действуй». «А потом позовут в ток-шоу Малахова», грустно предположил Андрей Сергеевич. «А ты не ходи», сказала Лариса. «Силой не потащат». «Или пойди за миллион». «Правда рублей, но тоже неплохо». Он это коротко пересказал Ане Бояркиной. «А ведь она права», проговорила Аня. «Нет!» заорал Андрей Сергеевич. «Она забыла про моего папу! Я не знаю, кто там на самом деле оплодотворял мою маму, но мой отец Сергей Михайлович Лигнер! Я его люблю, я его память берегу, я с этим прожил уже пятьдесят два года, но стыдно же в моем возрасте менять отца. Я не Юркевич, я Лигнер, точка!» «Погоди!» Аня взяла письмо, провела пальцем по нужной строке. «Он же не требует, чтобы ты поменял фамилию и отчество, это всего лишь наследство». «Это совесть моя потребует, если получаешь такие миллионы, понимаешь, если это просто от чужого дяди, вот жил я себе, а у меня вдруг дядя в Америке помер, это другое дело, а когда получаешь такие миллионы от своего отца, то тут уж извините, тут уж я должен стать Андреем Павловичем Юркевичем, иначе я буду полное дерьмо, придам Юркевича, который меня так одарил, но если я все-таки стану Юркевичем, то я придам Лигнера, своего отца, этот отец, и тот отец, черти что, ты как-то чересчур все возгоняешь на неимоверные моральные высоты, улыбнулась Аня, но я тебя понимаю, ну и что ты мне предлагаешь делать я тебе ничего не предлагаю и не советую тихо и очень серьезно сказала она я тебе объясняю ты истратишь на этот процесс лет пять или восемь я тебе как юрист говорю почти уверена там есть другие незаконные и полузаконные дети есть пяток завещаний и обещаний если выиграешь то не так много а даже если много даже если очень много даже если всех забодаешь и все загребешь себе разве ради денег пусть даже ради миллионов стоит тратить лучшие последние годы жизни да да последние прости но пятьдесят два года это уже очень много в смысле бросать годы на ветер не надо откажись не подавай на наследство живи для себя а не для картинки фалька не для квартиры в риге какая ты у меня умная и хорошая он снова встал с дивана и снова обнял ее просто сокровище теперь таких не делают обожаю тебя легко сказать откажись Лариса меня убьет если убьет не до смерти то переезжай ко мне сказала Аня мне не нужны никакие наследства никакого Юркевича мне вообще ничего не нужно отдай Ларисе Борисовне и детям все и приезжай справимся проживем я крепкая и ты тоже ничего Андрей Сергеевич Лигнер шел пешком через весь город и думал какой я дурак есть простое и прекрасное решение уйти от Ларисы и подать на наследство выиграю обеспечу всех себя и Аню Ларису и детей проиграю или выиграю совсем мало буду жить с Аней в этой чудесной крохотной квартире соберу воспоминания об отце и сдам книгу докторскую допишу наконец все точка где ты был до половины одиннадцатого спросила Лариса у юриста спокойно ответил Андрей Сергеевич потому что это была правда Аня работала в юридической фирме ты же мне сказала действуй нанимай адвоката вот я и действую нанимаю для убедительности он вытащил из портфеля прозрачную папку с письмом Юркевича и запиской от нотариуса и что юрист Андрей Сергеевич на всякий случай не снимая пиджака и ботинок прошел в комнату готовясь сообщить Ларисе свое решение развестись с ней он решил что будет подло и неблагородно сначала подавать на наследство а потом на развод Лариса начнет собирать бумаги помогать ему и вдруг бабах так нельзя развод сначала бой за наследство Юркевича потом он уселся на диван точно так же как сегодня в Аниной квартире уверенно закинув ногу на ногу качая ногой в новом узком ботинке с той лишь разницей что у Ани была икеевская раскладушка а у него дома отцовский а на самом деле дедовский настоящий Чипен Дейл и что юрист повторила Лариса сев на стул напротив он посмотрел на Ларису даже с некоторой жалостью и вдруг сказал подавать на наследство я не буду а б он повысил голос это мое решение все точка и предупреждаю еще раз пискнешь про Юркевича про всю эту дурь я немедленно ты слышишь немедленно ухожу из дому дети выросли квартира останется тебе все поняла с ума сошел Лариса вдруг заплакала бросилась к нему на диван села рядом обняла его да провались он да ну его к черту Андрей Сергеевич обнял Ларису поднял к себе ее лицо увидел каждую ее морщинку родинку и волосинку поцеловал ее встал и пошел в прихожую ты куда спросила она ботинки снять забыл никто не обещал что будет легко конкуренция даша гронсман в девичестве ласточкина была замужем за ромой гронсманом он был начальником управления по связям с государственными и правительственными организациями в етек евразийской транспортно-энергетической корпорации то есть он был топ-менеджером крупнейшей компании и даша это очень нравилось особенно то что он так быстро сделал карьеру сейчас ему было всего 32 года а ей 27 сам рома ей тоже нравился он был светловолосый сероглазый очень высокий и худой даже хрупкий тонкопалый всегда чуточку удивленное лицо с прозрачной голубоватой кожей на одну четверть немец по отцу отсюда и фамилия даша в него влюбилась сразу и насмерть как только увидела он тогда был совсем почти никто а она просто выпускница вышки и вот всего за пять лет такой потрясающий взлет новая квартира новая машина коттедж в поселке мичиган даша кстати говоря вовсе не была бездельницей светской дамочкой любительницей фитнеса и модных ресторанов она преподавала в той же вышке русскую литературу двадцатого века защитила кандидатскую и вообще была умная и знающая настоящая современная женщина она сильно украшала собою рому потому что была и вправду очень красива похожа на итальянку со старинных картин прямой нос с легкой горбинкой большие глаза гладко зачесанные назад слегка рыжеватые волосы еще отличная фигура рома ее обожал бывало ночью после сильной сладкой любви когда она лежала раскинувшись на подушках и отдыхала он нагнувшись над нею и покрывая мелкими нежными поцелуями ее шею и грудь шептал ты не уйдешь от меня ты не бросишь меня милый милый какой ты смешной я ведь люблю тебя шептала она в ответ прикрыв глаза и вспоминая Алика Альберта Ханифатова да у нее уже два года был любовник он тоже работал в ЕТЭК и тоже был топ-менеджером начальником первого технического управления трубопроводы он был старше ромы но не на много года на три небольшого роста может быть на полсантиметра ниже Даши но зато широкоплечий мускулистый черноглазый темноволосый и смуглый Даша в него влюбилась по контрасту с Ромой он был соседом по дачному поселку Мичиган прямо через забор познакомились когда цветы поливали она и он кстати отличный любовник Рома по работе часто ездил то в Минск то в Астану вот они с Аликом встречались то у него на даче то в Москве но только у него водить любовника к себе домой когда муж в отъезде это фу тем более что Алик был давно в разводе и жил один Алик очень любил Дашу и все время звал ее замуж Даша целовала его и говорила о милый как мне с тобой хорошо но не давала конкретного ответа тогда Алик вздыхал и говорил ну конечно что я тебе могу дать такого этакого у нас с твоим мужем зарплата одинаковая и даже дача по одному типовому проекту кто он кто я усмехался он имея ввиду свое азиатское происхождение он белый мужчина настоящий ариец а я бедный кули Алик был очень умный и тонкий полный остроумия и самоиронии несмотря на свою мускулатуру и волосатую грудь и Даша за это его особенно ценила но выбор сделать не могла однажды Рома рассказал ей что в октябре будет большое общее собрание акционеров и что Василий Захарович Санкин уже третий четырехлетний срок отсидевший первым вице-президентом уходит на пенсию и что спросила Даша да вот ходит слушок сказал Рома слегка смутившись что тут есть некоторый шанс для меня лично хотя я не рвусь конечно почему это не рвусь подняла брови Даша ты что недостоин ты что не потянешь у тебя что мало друзей в совете директоров если есть шанс его надо использовать на всю катушку она встала с дивана и обняла Рому я в тебя верю вперед достоин то достоин махнул рукой Рома и свои люди есть можно задействовать но есть кто-то подостойнее ну кто наш сосед господин Ханифатов Альберт Рауфович первая техническая трубы он что лучше тебя засмеялась Даша гораздо хохотнул в ответ Рома нет он конечно профи высшего сорта и мужик как говорят неплохой не злой и такой как бы сказать кооперейтив но не в том дело дядя его главный акционер одной серьезной нефтяной компании так что вот Даша это прекрасно знала но сказала все равно надо бороться и повторила я в тебя верю а ты меня не бросишь если меня не выберут первым вице дурачок она обняла его еще крепче я так тебя люблю через три дня Рома улетел в Ереван а оттуда в Ташкент выборы шмыборы грустно сказал Алик Ханифатов все говорят что у меня есть серьезный шанс заменить Василия нашего Захарыча первое техуправление ведь это по сути и есть вся наша фирма кстати Захарыч стал первым вице после того как пять лет оттрубил на трубах и поглядел на Дашу оценила ли она его каламбур Даша обняла его правой рукой за шею поцеловала в щеку и засмеялась правой рукой потому что она лежала положив голову на его правое плечо в комнате был полумрак тяжелые шторы задвинуты а так-то было три часа дня но так зачем же дело стало спросила она ласкаясь Алик не обидно высвободился из ее объятий чуть отодвинулся у меня серьезный конкурент есть твой супруг ты уж извини нет это ты извини сказала она он же всего-навсего джиарщик нет я его конечно очень уважаю продолжила она тоже чуть-чуть отодвинувшись и подумала не хватало еще чтобы я своего мужа ругала лежа в постели любовника это уж точно фу и повторила да милый он мне ничего плохого не сделал только хорошее я его уважаю но посмотри на вещи реально джиар и первое техническое это несравнимо не знаю сказал Алик я другое знаю ты в курсе кто у мужа твоего двоюродный дедушка он же немец твой муж на одну четвертую отозвалась Даша не знаю никакого дедушки скромный значит сказал Алик это хорошо не хвастался уважаю так вот его двоюродный дедушка хер извини за выражение Вальтер Гронсман директор ЕТА при ЕК Европейской транспортно-энергетической ассоциации при Еврокомиссии это сильно повышает шансы твоего супруга все равно я верю в тебя сказала Даша не опускай руки хорошо не буду согласился Алик а вот сделают меня первым вице ты тогда с ним разведешься и ко мне уйдешь как ты можешь так рассуждать возмутилась Даша кем ты меня считаешь а ну извинись а если ничего не получится ты от меня навсегда уйдешь словно бы не слыша ее продолжал Алик но я не умру от тоски потому что эти два года что мы были вместе это будет негасимый огонь воспоминаний который согреет мою жизнь до старости и смерти вот ведь как красиво сказал Даша чуть не расплакалась и бросилась его обнимать но он повернулся к ней спиной и прошептал извини меня любимая как бы не повернулись дела размышляла Даша в тот самый день когда в загородном отеле шло большое собрание акционеров ЕТЭК что бы там не получилось это будет наконец какое-то решение вернее возможность решения не важно кого назначат а кого нет важно что они наконец станут разными один станет победителем а другой как ни крути проигравшим лузером если по-нашему вот тут мне придется выбирать по-настоящему можно уйти к победителю уйти от Ромы к Алику или если Рома победит остаться с победителем и сказать Алику прости мой милый но ты сам намекал на такое развитие ситуации это будет жестко и даже цинично но очень жизненно а можно наоборот можно остаться с лузером то есть собственным мужем а победителю то есть Алику пожелать успехов сказать я мужа на бонусы и опционы не меняю а у тебя еще все в жизни будет не одни только воспоминания обо мне или сказать Роме если он победит я рада что ты с моей моральной помощью достиг таких высот с твоими бонусами и опционами к тебе сбегутся лучшие женщины только выбирай будь счастлив а я пойду к доброму скромному человеку которого люблю уже два года это будет очень романтично и благородно Даша открыла свой макбук и тут же ей в глаза бросилась новость завершилось общее собрание акционеров и заседание совета директоров крупнейшей транспортно-энергетической корпорации кликнуло вывалились ссылки изменения в составе руководства етек сволочи достали своим гребаным кликбейтом меньше чем в 4 клика не доберешься до сути ну вот наконец корреспондент ведомостей сообщает из отеля корона плаза на собрании акционеров компании етек и ее совете директоров принято решение назначить двух первых вице-президентов ими стали роман гронсман и альберт ханифатов блин вслух сказала Даша еще 4 года мучиться кофе коньяк конфеты и пристальный взгляд хороших сценариев нет Катя шла по коридору и вдруг налетела на Сергея Аполлоныча на самом деле это он налетел на нее вышел из-за угла нахмуренный прижимая айфон к уху совесть у тебя есть говорил он своему собеседнику третий час тебе звоню ты не в доступе не знаю что думать нет ты скажи совесть у тебя есть я тебя спрашиваю господи ну сколько можно купи себе второй аккумулятор как его там пауэрбэнк вот я уже сколько раз говорил ладно все пока Сергей Аполлоныч был генеральный продюсер компании карамель а Катя работала редактором точнее помощником редактора именно Аполлонович повторил он свое редкостное отчество в тот единственный раз когда она предстала перед его светлыми очами и они пожали друг другу руки но не Аполлинарьевич и засмеялся Катя тоже засмеялась хотя не поняла шутки потом ей объяснили Сергей Аполлинарьевич это знаменитый советский режиссер Герасимов именем которого назвали ВГИК но Катя училась не во ВГИКе а совсем в другом месте а сюда пришла потому что мечтала стать сценаристкой она уже раза три проходила курсы и онлайн мастерские и даже успела написать две сценарных заявки извините сказала Катя влетев в плечо Сергея Аполлоныча да-да сказал он и сощурился глядя на экран своего айфона Катя обогнула его и пошла дальше постойте вдруг окликнул он она остановилась обернулась простите я забыл Сергей Аполлоныч я Воробьева Екатерина первая редакция у Валентины Сергеевны да-да Екатерина а по отчеству просто Катя но ведь и в самом деле ему полтинник с хвостиком два года назад отмечали а ей двадцать семь Катя сказал он выручайте не в службу а в дружбу вызовите мне такси если не трудно моя машина с обеда в ремонте говорят есть такой как это сервис да Яндекс такси кажется он протянул ей свой айфон вот тут где-то наверное должно быть у всех есть должно же быть и у меня Катя посмотрела все приложения нет нет Сергей Аполлоныч у вас нет такого но можно скачать это быстро это минут пять займет и нужен номер вашего мобильного для верификации они вам на него пришлют смс-ку с паролем мы пароль в объем и все господи раздраженно сказал он а говорят цифровая цивилизация цифровая цивилизация тфу чем больше удобства тем все наоборот Катя поняла что судьба сама идет к ней в руки да она написала две заявки но еще никому их не показывала ей было стыдно отдать их редакторам она представила себе как ее коллеги будут разбирать и обсмеивать ее текст точно так же как она разбирала и обсмеивала тексты начинающих сценаристов а тут генеральный продюсер все в его руках он человек со вкусом и опытом ее заявки хорошие достойные не хуже других лучше других кроме того она сама очень красивая да-да и не надо ханжества сказала себе Катя поэтому она просто по-товарищески предложила довести Сергея Аполлоныча до дому на своей машине зашла к себе в отдел накинула плащ и не забыла положить в сумочку обе заявки ехали долго стояли в пробках очень интересно разговаривали про кино в том числе и даже про сценарии Сергей Аполлоныч привычно говорил что со сценариями беда что хороших сценариев нет и непонятно откуда их брать Катя соглашалась приехали вот тут сказал он все большое спасибо увидимся он стал шарить по дверце искать ручку лучше бы вы спросили сколько с меня дерзко сказала Катя а он резко повернулся к ней простите Сергей Аполлоныч вздохнула она и голос ее дрогнул казалось она сейчас заплачет вы как-то очень обидно сказали это вы меня простите он неожиданно нежно погладил ее по руке совсем я уже перестал мышей ловить зайдем ко мне Катя если у вас есть время конечно выпьем чаю или кофе съедим по конфетке квартира у Сергея Аполлоныча была ой-ой-ой хотя дом снаружи вроде ничего особенного а там одна гостиная метров сорок отделка стен дворцовый класс Катя училась сначала на инженера строителя потом на дизайнера так что сразу видела что почем мебель явно штучная под заказ дивана и настоящая кожа картины современных художников Катя не знала каких но ясно было что дорогие еще две старинные картинки в лепных рамках со специальными лампочками подсветками сверху Катя сидела в кресле а Сергей Аполлоныч возился в смежной комнате наверное там была кухня столовая зажужжала кофемашинка через три минуты он принес кофе поставил на низкий стол конфеты разлил коньяк в красивые бокалы и вдруг сказал ох я и забыл вы же за рулем ничего сказала Катя и отхлебнула коньяк вы уже большая решайте сами улыбнулся он на ваш страх и риск на мой на мой собственный ответно улыбнулась она и выпила еще для храбрости закусила какой-то дорогущей иностранной конфетой принялась за кофе Сергей Аполлоныч не очень настойчива скорее светски но все же расспрашивал ее о работе что ей нравится что не очень она потихоньку стала выруливать к главной теме разговора к ее собственным сценариям вернее к заявкам но для начала попросил разрешение пересесть на диван Сергей Аполлоныч сказал что-то вроде будьте как дома и посмотрел на нее пристально и ласково оглядел всю с головы до ног она скинула туфли и забралась на диван с ногами заметила что он все смотрит на ее ноги они у нее были очень красивые и голени и лодыжки и стопы и пальцы придвинула к себе сумочку достала оттуда прозрачный файл с заявками и сказала вы говорили что у вас нет хороших сценариев какая вы милая сказал он нет честное слово не вставая со своего кресла он каким-то очень добрым домашним жестом протянул к ней обе руки словно бы желая ее обнять она чуть-чуть потянулась к нему но тут вдали щелкнул замок и хлопнула входная дверь Катя быстро спустила ноги на пол нашарила туфельки ничего страшного сказал Сергей Аполлон это мой водитель приоткрылась матовая стеклянная дверь и водитель это был парень лет тридцати всунул голову в комнату здрасте кивнул он Кате и обратился к Сергею Аполлонычу машина будет завтра к двенадцати не раньше хотя обещали сегодня к ночи сделать а что я могу чепуха махнул рукой Сергей Аполлоныч водитель прикрыл дверь и исчез Катя хотела было сказать я вас завтра отвезу на работу но решила что это будет чересчур буря и натиск можно напугать человека поэтому она снова забралась на диван с ногами и стала этак кругами подбираться к сюжету своего будущего сценария Сергей Аполлоныч слушал внимательно кивал а Катя краем уха слышала как водитель вошел в столовую смежную с гостиной дверь была закрыта но все равно слышно было как он наливает в чайник воду включает его гремит тарелками что-то ищет в шкафах как чайник начинает зудеть и булькать щелкнул выключился струя кипятка полилась в чашку Катя излагала сюжет но эта возня на кухне ее страшно бесила не в силах больше терпеть она спросила что он там делает наверное чай пьет ответил Сергей Аполлоныч он еще долго будет пить чай спросила Катя а что такое он нам не помешает это было уже признание полной готовности это было приглашение мне ни капельки сказал Сергей Аполлоныч а вот вы простите меня что а вот вы можете помешать она вздрогнула а он продолжал нашему с ним тихому домашнему ужину а вашу дружескую помощь я очень ценю и надеюсь и верю что мы с вами и впредь на слове впредь он поднялся с кресла поднялась и она с дивана надела туфли сунула файл с заявками обратно в сумочку и засмеялась своим фантазиям получасовой давности прихожей он подал ей плащ и проводил до лифта слегка обнял за плечи поцеловал в щеку и сказал и на прощание в сценаристы вам пока еще рано в сценаристы серьезного кино я имею в виду вы же об этом мечтаете так рано рано засмеялся он потому что вы пока еще просто потрясающе просто изумительно ненаблюдательный истинное происшествие не ловится однажды на студенческо аспирантской конференции я в кулуарах подошел к одной приятной девушке из другого города она была постарше меня но очень хороша умна изысканно в речи и манерах да и просто красиво чего уж там я сказал ей недавно я слечал русскую рукопись семнадцатого века перевод апокрифического письма понтия пилата тиберию там есть выражение от всех дел упражняйтеся в субботу то есть не работать в латинском подлиннике и в греческом варианте этих слов нет мне интересно слово упражняться фасмер ссылаясь на преображенского говорит что упражняться от слова праздный но считает эту этимологию недостоверной упражнение по-гречески будет аскесис но шантрен не дает ничего подходящего для этого случая она внимательно меня выслушала и сказала не ловится что не ловится не понял я ничего не ловится нежно пояснила она подняв на меня глаза то ли агатовые то ли фиалковые уже не помню но точно прекрасные милый молодой человек мне тридцать пять лет у меня муж и двое детей а на эту конференцию я приехала с любовником успехов спасибо сказал я да не за что а у вас что есть свой собственный шантрен но я повернулся и ушел этнография и антропология что есть красота и почему ее мир сошел с ума закричал старожихин и стал поворачивать к беспоповцеву свой ноутбук они сидели в кафе что такое бабушка беременна от внука уругвай и парагвай обменялись ядерными ударами погоди сейчас беспоповцев встал со своего кресла пересел на диван поближе к старожихину ну что стряслось мир сошел с ума повторил старожихин и двигая курсором по экрану показал беспоповцеву целую серию фотографий фото фото портретов точнее говоря это были фотографии молодой не сильно старше тридцати и очень красивой женщины она была на самом деле удивительно хороша собой тонкие словно ювелирно выточенные черты лица большие глаза умные добрые и одновременно чувственные светлые пепельные волосы оттеняли ее высокий чистый лоб то привольно взлетая то гладко сияя а то небрежными прядками спадая вниз излучина губ лепка скул тонкий румянец изящная шея хрупкие ключицы красивые украшения кстати снимки были сделаны и в разнообразных приятных интерьерах и на нейтральном фоне занавеска крашеная стена кирпичная кладка и на фоне моря леса скал руин старинных картин и скульптур в знаменитых музеях сидя как будто утомленно сложив руки и стоя дерзко глядя в объектив и полулежа опершись на локоть задумавшись о чем-то ну и что спросил беспоповцев красивая правда очень да ну да правда и что вот я и спрашиваю почему пылко воскликнул старожихин почему такая прекрасная такая невероятно красивая женщина до сих пор не составила счастья какого-нибудь замечательного мужчины красивого сильного богатого почему она одна что экой ты уныло традиционной поддел его беспоповцев обязательно что ли замуж и чтобы трое детишек не обязательно отмахнулся старожихин но тогда почему ее не снимают в кино Почему она не царит в салоне среди поэтов, музыкантов и послов зарубежных стран? Почему она до сих пор какой-то несчастный офис-менеджер в какой-то сраной конторе? А ты почем знаешь? — спросил Беспоповцев. Я слежу за ней на Фейсбуке уже лет пять или даже семь. Ну и что? А вот именно то, что мир сошел с ума. Но посмотри на нее, как она прекрасна. Почему за нее не дерутся на дуэли? Почему к ее ногам не складывают горы цветов и всяких подарков? Почему мужчины ради нее не рвут поводья, не бросают своих жен и детей, не ломают карьеры, не расточают миллионные состояния? А когда она им отказывает, не уезжают за границу навсегда, а лучше на войну, только бы вырвать ее из своего сердца? Почему никто не пишет ей, я отдам остаток своей жизни за счастье еще раз увидеть тебя в окне? Ничего подобного! А ведь какая упоительная женщина! Какие упоительные фотографии! — уточнил Беспоповцев. Старожихин замолчал, насупился, закрыл ноутбук, позвал официанта и заказал еще пиво. Сон на 20 ноября 2019 года Успех Приснился смешной сон. Целый роман. У какого-то сверхбогача есть дочь. Девушка милая, умная, но страшно некрасивая. Длинный и толстый нос, губы ниточкой, узкий лоб, близко поставленные маленькие глаза. Остальное в порядке. Но смотрит-то сначала на лицо, а не на жопу, и тем более не в душу, рыдает она. Папа решил сделать ее красивой и положил на это половину своего состояния целых 30 миллиардов долларов. Он профинансировал съемки 100 роскошных голливудских фильмов, а также 300 сериалов, где главных героинь, романтических любовниц и прекрасных принцесс играли актрисы вот такого облика, с низким лбом, толстым длинным носом, губами ниточкой и близко поставленными маленькими глазами. Кроме того, он выгнал из рекламы всех лучезарных блондинок и выразительных брюнеток и заменил их копиями своей дочери. Он специально доплачивал писателям, чтобы все сколько-нибудь привлекательные героини романов выглядели вот так. Не забыл мюзиклы, стриптиз-бары и даже порно-фильмы, не говоря уже о конкурсах красоты. Прошло тридцать лет. Новый идеал красоты победил. Большеглазые красотки с точенными греческими носиками и пухлыми губками отошли в область предания. Но его дочери это уже не было нужно. Во-первых, ей было под пятьдесят, а во-вторых, она уже отпраздновала серебряную свадьбу с крупным японским судостроителем, который влюбился в нее с первого взгляда. У них было четверо детей и внучка. «Папа?» — спрашивала она своего престарелого отца. «Ну зачем вся эта ерунда? У меня же все в порядке». «Да я понимаю», — отмахивался старик. «Но уже все инвестиции сделаны. Партнеры привлечены. Бизнес-план давно разработан и выполняется. Результаты хорошие. Как-то глупо все бросать на полдороги. Я так работать не привык». «Кстати, папа», — еще через год сказала она, «Обо мне пишут, что я сделала себе пластическую операцию, чтобы стать вот такой». И она прикоснулась пальцем к своему длинному толстому носу. «Вот это настоящий успех!» — обрадовался он. «Ты рада?» «Счастлива», — сказала она и попыталась улыбнуться. Из старой записной книжки «Парадокс об уме». Рассказывают, что поэт Игорь Северянин был чрезвычайно глуп, но умел молчать так эффектно и значительно, прямо по Пушкину, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре. Умел так веско сказать «нда», что все, кто общался с ним недолго, считали его очень умным и не верили его близким друзьям, утверждавшим, что он на самом деле полный дурак. Иначе говоря, он был очень умен. Легкости перевода Один мой друг удивлялся, что в русском переводе Ницше цитата из Стендаля переведена переврано до неузнаваемости. Очевидно, кому-то было лень взять издание Стендаля на русском, найти этот пассаж и вставить его на место. Этот кто-то, наверное, переводил цитату в гугл-транслейте. Но это еще ничего не страшно. Я видел один переводной иностранный роман, где герой, русский человек, цитировал известные стихи нашего знаменитого поэта. Я был когда-то сильно в вас влюблен. Из сердца это чувство не ушло. Но не хочу, чтобы сей тревожный сон печалил ваше нежное чело. Была моя влюбленность молчалива, застенчива, беспомощна, ревнива. Я был влюблен настолько горячо, как вряд ли кто-то влюбится еще. Картина маслом соль минор Великий дирижер слегка опаздывал на премьеру оперы в знаменитом театре. Он, как полагается мировой звезде, взял билеты на рейс впритык, чтобы вбежать к ожидающему оркестру и залу с опозданием не более чем на 10, но в крайнем случае на 15 минут. Как это было всегда. Но в аэропорту что-то пошло не так. Вылет задержали на полчаса, а потом минут 10 не давали посадку. Соседка дирижера охала. «Мы-то ладно, а вот вам-то как тяжело, наверное. Люди ждут, оркестр ждет». Почему-то эти причитания ужасно разозлили дирижера. Подождут, не маленькие, не обоссутся. Он поклялся себе, что непременно выпьет кофе в вип-зале аэропорта. Он взглянул на часы. Хо! Он опоздал всего на 34 минуты. Молодцом! Вышел из боковой дверцы, сбежал на возвышение перед пультом, открыл партитуру и вдруг услышал в зале громкие и гулкие шаги. Обернулся. По пустому залу шел человек. Пожилой джентльмен с серебристой стрижкой в смокинге и бабочке. Он уселся на свое место в шестом ряду портера, поддернул свои идеально отглаженные брюки и сказал дирижеру. «Извините, пробки». Вслед за ним из другой двери впорхнули две девицы в платьях, лиловом и розовом, с голыми спинами. Потом еще кто-то. Минут через сорок зал заполнился. «Пожалуй, можно начинать!» крикнули с балкона. Дело принципа Был у меня в советское время один знакомый, довольно богатый человек. Весь дом в карельской березе, ампирной бронзе и мейсонском фарфоре. Трое детей, жена не работает. Как-то раз его выгнали со службы, что никак не отразилось на его благосостоянии. Такси как ждало его по полчаса у дверей, так и продолжало. Однажды я к нему зашел. Сосед он был. Он сидит на стульчике в прихожей, одна нога босая и носок себе зашивает. А внизу такси ждет. И он ругается, что денег не напасешься. Я говорю, «Ты что, мыло наелся?» А он. А я из принципа. Вот когда на работу устроюсь, тогда носки новые куплю. А пока штопенькаем, штопенькаем. Ах, начало девяностых, жить в Москве легко и просто. Все очищает аромат. Один не очень молодой человек, Коля Данилов его звали, ждал свою знакомую Катю Андрусевич около выхода из метро Кропоткинская. Было лето. Девяностый год. Еще работал бассейн Москва. Коля Данилов на той неделе приехал из Хельсинки с конференции по ядерному разоружению, а он был сотрудником фонда «За открытый мир». Коля первый раз в жизни побывал за границей и был полон впечатлениями. Тем более, что в Москве, несмотря на весь ветер перемен, царил полнейший Советский Союз. В смысле кафе, автомобилей, как одеты прохожие и кругом плакаты «Перестройка» это возрождение ленинского облика социализма. Катя вышла из метро, красивая, стройная, в тонком желтом платье с синими цветами. Она тоже была не слишком молодая, но для Коли как раз. Она ему очень нравилась. Коля бросился ей навстречу, они подружески легонько обнялись, он ей тут же преподнес сувенир, сине-желтую коробочку мармелада. «Цвета шведского флага», — объяснил он. «Там у них всего 10% шведов, но они их очень уважают. Все вывески на двух языках. И вот прямо тебе к платью. Смешно, правда?» Она спрятала мармелад в сумочку и чмокнула Колю в щеку. Прошлись по бульвару. Коля рассказывал, как там было в Хельсинки. Улицы, трамваи, заседания, гостиница, пиво и все такое. Дошли до памятника Гоголю, до того места, где фонари с толстыми железными львами на тумбах. Сели на скамейку. Катя открыла сумочку и достала маленький узкий замшевый футляр, вынула оттуда длинный, похожий на пробирку флакончик духов, сняла крышечку. «Ого!» — сказал Коля. «Наташа Каплина подарила. Из Франции привезла», — сказала Катя. «Наверное, специально показала, чтобы Коля не слишком хвастался своей Финляндией». «Шанель или Ланком?» — спросил Коля. «Ты что?» — засмеялась Катя. «Читай!» «Дювернье де Куасси». «Слыхал?» «Тота». «Очень редкая марка, между прочим. Дорогая и модная». «Дай понюхать», — сказал Коля. «Сейчас». Катя нажала на колпачок флакона и слегка побрызгала себе на волосы и шею. Потом вытянула левую руку и чуть пшикнула на запястье, на то место, где под тонкой смуглой кожей виднелись нежные синеватые жилки. Помахала рукой в воздухе и протянула руку Коле. Он как раз сидел слева от нее. Коля нежно взял ее руку, уткнулся носом в запястье и вспомнил, как сошел с поезда в Хельсинки и как его сразу окутал чудесный, никогда не чуяный запах, аромат и свежесть. Чем пахло на наших советских вокзалах? О, этот за полверсты слышный запах вокзала! Запах кариазота, которым пропитывают шпалы, запах горелого масла из колесных букс, дымок кипятильников, потный кисловатый запах толпы и застарелая аммиачная вонь из вокзальных сортиров. А тут, вернее, теперь уже там, в Хельсинки, как будто бы все кругом было сначала тщательно вымыто, а потом сбрызнуто каким-то приятным, свежим, нежным, ненавязчивым, но ощутимым одеколоном. Запах чистоты и свежести, запах благополучия, запах радости, бодрости и даже, наверное, счастья. Коля вспомнил, как он остановился, покрутил головой, вдохнул в себя этот запах поглубже, насладился им. Точно такой же запах был в здании вокзала и особенно в туалете, где все сверкало, блестело и пахло все той чистотой и свежестью. Он тихонько, почти незаметно, прикоснулся губами к Катиному запястью, к теплым голубым жилкам и еще раз вдохнул этот чудесный запах. «Нравится?» — спросила Катя. «Очень!» — сказал он. «Чудесно! Просто как в Хельсинке в туалете на вокзале!» «Ты что, дурак?» — она отдернула руку. «А что? Знаешь, как там пахнет?» — растерялся Коля. «Вот почти как эти духи. Очень хороший запах. Нет, правда хороший. Ты что?» Катя дрожащими руками засунула флакон в замшевый футляр, бросила в сумочку, вскочила со скамейки и пошла назад к метро. «Катя!» «Обиделась!» — Коля догнал ее. «Ну, извини!» «Все настроение мне испортил!» — крикнула она и пошла быстрее. «Катя! Отстань!» Так и не помирились. Может, оно и к лучшему. В начале девяностых Коля стал торговать металлом, быстро и сильно разбогател, а потом его нашли застреленным в роскошной пятикомнатной квартире, где он жил один. Хотя говорили, что на самом деле это был не он, а специально вымытый, красиво одетый и потом убитый бомж. Но так ничего и не доказали. А Катя стала известным репетитором по английскому языку и живет честной, трудовой, вполне обеспеченной, но скучной жизнью. Куда им было вместе? Тайное знание Две девочки, куриные ноги и галстук покойника У нас по соседству жили две девочки. Вместе ходили в школу, а потом вместе поступили в институт. Они жили в одинаковых квартирах и в очень похожих семьях в смысле культурного уровня, достатка и привычек. И звали их тоже почти одинаково – Карина и Кристина. Они даже внешне были похожи, обе глазастенькие и темноволосые. Они очень дружили, прямо не разлей вода. Кристина жила на пятом этаже, а Карина на четвертом. И вот Кристина за ней каждое утро заходила идти в школу, ну и потом в институт тоже. Но они были совсем разные. Кристина была правильная и ровная, отличница, с красивой гладкой прической, всегда модно одетая, а Карина – дикая и фриковатая. Училась неровно, волосы стригла под мальчика, ходила в солдатских ботинках, курила и пила пиво прямо из банки. Алифтина Павловна, мама Кристины, часто говорила «Вот вы, девочки, уже выросли, вы уже на третьем курсе, пора вам обзаводиться постоянными мальчиками». «А зачем?» – нагловато спрашивала Карина. «Вить гнездышко», – сладко улыбалась Алифтина Павловна, «пора думать о семье». При этих словах Кристина краснела и начинала теребить подол своего платьица от живанши. А Карина смеялась. «Это еще зачем? Еще чего! Никогда не выйду замуж!» И она подтягивала драные джинсы и цикла зубом, на который нарочно надела красную коронку для прикола. Алифтина Павловна боялась, что Карина будет дурно влиять на ее дочь, и очень страдала. На четвертом курсе «Дикая Карина» вышла замуж за одного ихнего аспиранта, после диплома родила и гуляла под окнами с коляской. А благовоспитанная Кристина завела длинный, тяжелый роман с мерзким пожилым женатым мужчиной, у которого было трое почти взрослых детей, и брат – знаменитый гей-активист. Этот мужчина сразу объяснил ей, что почем, типа «А не нравится, привет!» Кристина плакала маме в колени, мама умоляла прекратить эти отношения, но Кристина рыдала «Я его люблю!» Алифтина Павловна поняла, что это Карина навела на Кристину такую порчу, сбросила на нее всю свою фриковатость и забрала у нее уютность и воспитанность. Поэтому она взяла две обглоданных кошкой куриных ноги, купила сырую курицу и отнесла помойным кошкам, обвязала их галстуком, снятым с покойника блондина, договорилась в морге, и в полнолунную ночь спустилась по веревке в квартиру, где жила Карина с мужем, ребенком и родителями, ровно этажом ниже, чтобы положить этот амулет Карине под подушку и вернуть ей порчу. Раскачала веревку, запрыгнула на балкон, на цыпочках вошла в комнату. Двуспальная кровать и детская рядом луна светит. Глядит Алифтина Павловна, а в кроватке вместо ребенка лежит белобрысый мужик с проломленной башкой, а на нем кошка сидит и зубы скалит и говорит «Дай хоть курицу дожрать!» А мужик раскрыл глаза и шепчет «Где мой галстук?» Алифтина Павловна как шарахнется, как завизжит! Карина проснулась, вскочила с кровати голая, и ее муж тоже голый, закричал «Кто тут? Что за дела? А если в глаз?» «Не волнуйся, Коля», — говорит Карина, — «это Кристиночкина мама». «Извините», — говорит Алифтина Павловна, — «я ошиблась дверью». «Ничего, бывает», — сказала Карина, — «я вас провожу. Вы только свой амулетик заберите». Сунула ей за шиворот эти куриные ноги с галстуком и вежливо вытолкала на лестницу. Алифтина Павловна позвонила в дверь собственной квартиры. Никто не открывал, потому что ее супруг крепко спал, а Кристины дома не было. Так она и прикорнула на коврике. Задремала, но в три часа ночи ее разбудила Кристина, которая возвращалась из гостей, вся такая сияющая. Она поцеловала маму и сказала, что ей сделал предложение один хороший человек, и у них, наверное, до Нового года будет свадьба. Но потом оказалось, что это брат ее пожилого мерзкого любовника, известный гей-активист. Правда, он сказал ей, что на самом деле бисексуал, так что все в порядке. Ну, хоть так. А главное, куриные ноги и галстук покойника помогают. Точно.